Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья! У микрофона друг, это студия, конечно же, Игрокам ТВ. И мы начинаем трансляцию второго матча, Гранд Финала. Гранд Финал, который играет в формате Best of 3. Это означает, что команда The Righteous Indignation может сейчас уже стать чемпионом первого Summer Cup, если додавят эту катку. Опять Варлок в их пике. Что ж вы все Варлока-то им суете и не баните? Undying'а поняли, что надо банить против них, а Варлока почему-то в учет не берут. Забанили Энигму The Righteous Indignation. Как будто чекали вообще, как команда Вим играет. По-моему, чекали, потому что в команде Вим Энигма заходил очень круто. И там действительно рассказ-то серьезный. Ну, вообще, кстати, по банам и пикам команды The Righteous Indignation, тут абсолютная респектуля отлетела. Потому как видно, что игроки готовились к своим соперникам. Там реально баны те, которые используются командой соперника. Я не говорю, конечно же, о том, чтобы забанить Инвокера против Нестера в составе команды Скулмайя. Это все смешно. А вот баны, например, того же Энигмы против Бимбэма. Капитана команды Вим баны, баны, баны. Чьи-то еще были баны. Короче говоря, это третий, наверное, раз, когда я натыкаюсь и вижу, что банят первым же делом героев, которыми очень хорошо отыгрывает один из персонажей какой-либо команды. Ну, молодчаги, че. Они у нас уже выигрывают 1-0 в гранд-финале. И всего один шаг отделяет их от звания чемпионом. Огрмаг опять залетает в пик команды The Righteous Indignation. Последний раз, когда Огрмаг был в пике. Это был первый матч в 1-4 от команды TRI. Там этого Огрмага вообще невозможно было убить. Там комба была очень дерзкая. Там был Undying, там был Warlock, там был Разор, Веник был на мидлейне. И Огрмаг тоже был там. И у меня есть подозрение, что, может быть, сейчас у нас Веник тоже зайдет. Вот своеобразную роль Undying будет выполнять здесь Акс, собирать всех вокруг себя, как вокруг Тамбы обычно у нас Undying собирает. Вот, и вполне может быть, что Веник залетит и здесь, на мидлейне. Может быть, но пока команда Вим не выбрала своего мидера, я думаю, что и мидера The Righteous Indignation пикать не будут. Частенько мидер залетает где-то так четвертым и даже иногда пятым пиком. Ну и что, The Righteous Indignation... The Righteous Indignation берут четвертый пик у нас. Вот, и... На данный момент... В принципе, дополнительного времени-то еще осталось полторы минуты. Ну, посмотрим, как будет. Резерв-тайм. Лич Доктор, Спирит Брейкер, Лич тоже достаточно серьезная комбинация от команды Вим. Но там надо еще и какого-то керри, в принципе, под всю эту ерунду. Разор все-таки залетел пиком. Персонаж, скорее всего, для Афы как был в первой катке. Разор, скорее всего, я думаю, для Афы залетит в данном пике. Первая игра как раз была у этого игрока. Ну и Акс, я думаю, ему отправится на сложную. Огрмак у нас то ли отводы, то ли помощь Разору на линии. В принципе, понятно. Мидлейн пока что здесь не вижу. Ну и Мидлейн пятым пиком будет залетать, скорее всего. Еще раз говорю, что это как-то по классике команды ТРА. Пятый пик это... В основном миды. В основном забирает себе... В основном забирает себе его капитан команды Маловские. Минута у команды Вим на то, чтобы выбрать своего героя. Ну, комбинация, вы видите, большая и плотненькая здесь. Ведь же Доктор и Лич с хорошими АОЕ ультами. Спирит Брейкер так, между прочим. Кто-то должен, кто будет собирать, в принципе, всех в кучу вместе. Ну и Квин оф Пейн залетает четвертым пиком. И Квапа... Квапа, Квапа, конечно, больше пользы не делает в вопросе сбора всех вместе. Но Квапа под АОЕ рассказ со своим Соник Вейвом, естественно, залететь может очень даже неплохо. Ну и последние баны. Кого не хватает в команде Вим? Не вижу Керри. Керри нет, в принципе, и Антимаг отлетает у нас в баню данного коллектива. Антимаг второй раз, кстати, уже в баню от ТРА отлетает. Не знаю, я ни разу от Вимов не видел Антимага. Антимага. Ну и Спектра уходит у нас в баню. Разора видят в мидлейне. Ну и посмотрим, посмотрим. 30 секунд основного времени. Минута дополнительная. Тут думать не передумать. Не уверен, что Спектра вообще заходила бы по данному пику. Мне кажется, что Разор все-таки будет у нас в роли Керри на легкой стоять. Варлок, кстати, и с Аксом в сложную отправляется вообще великолепно. Через Шадоу Уорд Акса просто не пробить. Подхилл чокнутый Пудж залетает для команды Зрайта Синдигнейшн. И последним пиком залетает Пудж. И я почти уверен, что Пудж здесь саппортить никого не будет. Как было от команды Скулл Найн в полуфинале против команды Зрайта Синдигнейшн. Пудж занимался саппортом. И занимался так этим саппортом, что к минуте 15-20 был просто не нужен вообще Тиме. 0-4, по-моему, или 1-4 шел там Пудж. А такой Пудж, он как бы что есть, что нет. Ну и пятым пиком забрали его. Ну и мы переходим с вами в колоссальных масштабах паб. То есть паб, который пытается выиграть, ну как бы намек на профессиональную Тим Доту. Но, но-но-но, в 2012 году та же команда Нави показала, что такие вот паб-страты могут выигрывать игры за огромнейшее количество денег. Будет кто-то готов, не будет кто-то готов к этому Пуджу, мы сейчас посмотрим. Но, мидлейн стоять против Квапы достаточно непростая история будет для Пуджа. Ну, если брали, то, наверное, знали насчет, против кого им стоять. Потому что Пудж залетает пятым пиком сразу после Квин оф Пейн. Ну и снайпер. Снайпер от команды Вим. Ух, укомплектовались. Ну, тут месиво, конечно, будет кровавейшее. Найоми забирает себе спиритбрейкера на сложную. Хенни будет играть на лече Бим Бэм. Капитан команды Вим забирает себе Витч Доктора. Квин оф Пейн для реалити на мидлейн. И Джей Ти будет стоять снайпером на легкой линии. Будут ставить ли Разора у нас от Афы против снайпера? Сейчас узнаем. Или все-таки Акс вместе с Варлоком пойдет у нас в сложную линию против снайпера на легкой? Огермак у нас для Кота Сэма. И, ну, я думаю, что Маловский, скорее всего, забирает Пуджа. А Акс у нас для... Для Римнанта на сложную линию. Или, опять же, того же Пуджа отправить в сложную и пусть себе стоит. Ну, это уже, конечно, сумасшествие полное. Да, Римнант Джуниор забирает себе Акса. Ну и поехали, ребят. Должно быть, как минимум, интересно. Ну, как максимум, очень даже круто. Все, пожелаем командам удачи. Пики укомплектованы. Команда Тиерай выигрывает 1-0 в данном Бест-Оф-3. У них всего один поинт, который разделяет их от звания чемпионов. И, с другой стороны, команда Вим тоже здесь в одном шаге от вылета. Из борьбы за грандфинал... Не за грандфинал, а из борьбы за первое место. Конечно же, они хотят здесь выиграть. Это безусловно. Конечно же, они хотят докатить, собственно, до третьей катки этого матча. И сразиться там уже, в принципе, в матч-пойнте таком серьезном. Матч, который будет решать судьбу всего турнира. Ну, дадут ли им или не дадут, сейчас узнаем. Риддик на Варлоке уже у нас на топ-руне. Уже что-то где-то пытаются придумать. Путш отправляется на мидлейн. Маловский забирает этого героя. У него уже 2 гендалов Стрэндж, Килинг Сэлф, Танго. Никто его не буштил ничем. Разве что дали вардик. Ну и Боттл будет своими силами собираться. Ну и ХП. В принципе, пуджа со старта предостаточно. Квапе будет не так-то просто его пробивать. Ну и Квинов Пейн ожидает, я думаю, нелегкое испытание. Пока что сбоев мидер команды Тирай ни разу не дал за весь турнир. Нижняя линия. Наоми ловит у нас Фаербласт. Сразу же цепляется за него Афа. Немножко так настрелял по горбу. И разворачивается, уходит на свою линию. На топ-лейне баунтируну забирает у нас пудж. Пудж уже с бустом. Каким-никаким, но преимуществом над квапой. Что, собственно, необходимо пуджу. Сейчас пока еще хук не качал. Ну и, наверное, не будет смысла качать на первом левеле. Через рот будет делать все у нас толстячок мидлейновой команды Тирай. Ну это необходимо для фарма. Ну, с другой стороны, и настреливать по нему будут плотно. Может даже и худ оф дефенс здесь появится по такой олдскул стратегии. Может вообще ничего не появится. И пудж у нас просто закончит с этой игрой со счетом 0-100. Шадоу-страйк еще один по-маловски. И не отпускает его квапа. Уже всю половину маны слила. Просто по кд будут раздавать шадоу-страйки. Хотя и по хп, кстати. Вроде пудж к ней не прикасался. А у Квинов Пейн у нас половины хп нет. Куда ты ее делал, подруга? Ну и уже надо юзать боттл. Точнее, хилинг селф. До ботла еще собирать и собирать. В это время на сложной линии команды Терайи. Ремнант вместе с Варлоком, как и предполагалось. Вот. А Маловский на мидлейне у нас против квапы. Съел дерево. Кстати, можно было бы спрятаться и хукануть на этом состоянии. Хук-шот пошел у нас по квапе. Квапа убегает отсюда. Но хук проюзан. И, кстати, нормально так. С проюзыванием хуков, с отменой этих же хуков. И мне кажется, у реалити будут траблы. По этой игре, в общем-то, скилл против скилла. Как получится. Квапа не самый удобный герой против пуджа. Это факт. Вы видели. Хук есть. А польза от него только разве что дэмэш. Потому что квапы всегда есть даггер. Не даггер, точнее, а блинг. Блинг, блинг сам по себе. Вот. Поэтому до появления шестого левела траблы будут. Ну и на йоми на спирит брейкере. Уже выдвинулся в путь. Хук у нас от пуджа на Маловский. Промазывает хуком у нас Маловский. И за ним погоня от на йоми. Здесь на лох и пэ, кстати, варлок. Варлок рассыпается у нас на сложной линии. Здесь на мидлейне продолжают загонять у нас пуджа. Пудж под тавер. Дэмэджа много в него. Чарджи в дарфис от на йоми. Просто в лох врезается у нас мидеру команды Вим. На лох и пэ, квин оф пэйн. Но это никого не интересует. В итоге два фрага делает команда Вим на ранних минутах. Две с половиной минуты сыгран. Вим по голде выигрывает 1400. По экспириенсу в ноль, тирай, ввели на 400. Ну и назад пудж у нас возвращается на лайн. Пока нет батла, тут, конечно, проблематично. Я бы такой, на самом деле, что и какого-то саппорта. Нет-нет, да и перетащил бы на мидлейне. На случай, опять же, элементарного ганга, элементарной агрессии. Здесь вот спиритбрейкер своим присутствием, по сути, отдалил ботул. Пуджа очень даже прилично. Квапа в это время без батла. Хук пошел у нас по квапе и квапа опять у нас ублинкивается отсюда. Но квапа на лоу хп и нечем вообще хилиться. Надо что-то думать, надо ждать, то ли когда ботл придет, то ли еще когда что-то придет. Но пока придет ботл, там можно еще раз у нас хукануть. Кстати, процент попадания у Пуджа, ну, прям-таки, скажем, завидный. Ну, квапа просто отсюда уходит. Абуз ботла будет или нет? Абуз курьера? Нет-нет-нет. Или да, курьер улетает на базу. Выпивает бутылку у нас Квин оф Пейн. Ну и что, и пойдет, наверное, на линию забирать какую-то из рун. И здесь уже ботл летит от Маловски. Кстати, блинка-то еще 13 секунд не будет. И сейчас, если притянуть, можно было поразвалить квапу. Маловски просто у нас отправляется на рун. Ну, квапа в это время стоит на собственной вышке. Пошла хаста у нас от Пуджа. Перемещение на топ-лейн. Курьер тут никого не догонит. Ну и третий хук. Иди сюда, дорогой. Ну и опять же, здесь кейс. Никуда не деться. Первый фраг пошел у нас от Пуджа. 1-3. Нашли, чем ответить игроки команды Терай. На руну, мягко скажем, проперло плотненько так мидера команды Терай. Ну и Маловски забирает первый фраг. Хаста закончилась. Курица с Батлой. Вот только-только добирается до мидера. Азорайта с Индигнейшн. Квин оф Пейн. Пятый с половиной. Это при том, что они-то забирали мидера команды Терай. А команда Вим. Тут по левелу не очень себя чувствует. Ну и пошла... Пошла помощь у нас на мид. Перемещается сюда Лич. То ли вардить, то ли еще чем-то заниматься. Ну вот, видим. Вариант первый. Ну и разгон. Разгон опять на мидлей. Сейчас если вылезет Маловский, то задница будет ему полна. Но с другой стороны, опять же, на него агрессию реалити организовывают. И... Хуком у нас останавливает спирит брейкера Пудж. По нему достаточно плотный дэмэдж. Полетела банка у нас от Огрмага. Подожгли всех. Фаербласт по реалити. Реалити на ЛОХП. 20. И выживает. Выживает Кин оф Пейн. Сложно здесь, конечно. Перемещаться бы сюда кому-то из команды Терай. Тут соло Пуджу, вы понимаете, что просто кислород перекрывает. Саппорты, если приходят, то достаточно плот. Много внимания, я считаю, что уделено сложной линии. Там... Ну, Акс с другой стороны, опять же, должен выформить. Если Акс не выформит, какой толк от него? У Акса уже есть тапок, танго и маловато всего. Действительно маловато. 7 на 0 Крипстат. Зато 32 на 8 в это время у Розора. В фарме не хочу Плазма Филд. В приоритете у Розора. И по Крипстатам он просто невероятно вообще отрывается у нас от Снайпера. У Снайпера 22 на 3 и 32 у нас у Афы. Уже Бладласт прокачан у Огурмага. Уже бустит своего тиммейта. И Маловский пока что без 6 левела. При наличии дизмембера совсем другая дота начинается. Ну и еще один Крип. Я так понимаю, и дизмембер будет готов. Да, все, 6 левел есть для Маловски. Недалеко совсем находится Огурмаг. Надо просто притащить. Ну и пытаются. Видно, что по таймингу ребята пытаются. Туда и обратно движение. Постоянно спрятался у нас Огурмаг. Но Огурмага, естественно, видят. Видят и пропинговали. Или не видят. А ну-ка сейчас узнаем. Нет, Огурмага не видят, кстати. Огурмага не видят. Пух пошел на сот Пуджа и своего же Крипа к себе притянул. Блин, надо как-то переключиться на другую часть карты. Но что-то у меня не получается. У Акса уже готовые Транквил Буцы. У Варлока вообще ничего. Но Варлок весь фарман дает Аксу, безусловно. И всю ману сливает у нас на Шадоу Уорд. На того же Акса. Под Инвизом Пудж. Кстати, сейчас через Дизмембер, через Фаербласт, скорее всего, будут забирать Квапу. Начали стопить ее. По таймингу пошел Фаербласт. Квапа здесь умирает. Куку от Фуджа и за всю боль отвечает, которую пришлось испытать на мид лейне. Бладласт продолжает постоянно у нас бустить нашего Букчера. И счет становится 2-4. Вообще, 2 килла на счету мидера команды. Две смерти, 2 килла. Ну, потихоньку, понемножку, но выходит. Кое-как, да, вперед. Приобретает себе Транквил Буцы уже Кэп. Ну и куда-то надо перемещаться. Здесь на сложной линии вроде бы и не сильно фармит... Не на сложной, точнее, на легкой линии вроде не сильно фармит команда ВМГТ. Но при этом, как таковой фарм, Аксу обрезают они. Ну и все, пошло у нас смещение уже на топ лейк. Сами завардели, задевардели. Еще один вард пошел у Тридика. Это дополнительный вижен для команды Тирай. И, кстати, Вимта выигрывают по фрагам, но при этом давление какое-то от команды Тирай постоянно. Хук у нас по Хенни. Хенни ловит у нас еще и Игнайт. Но и Хенни вряд ли отсюда уйдет. Догорает у нас Хенни. Огрмак забирает этот фраг. Ну и, что не очень приятно для команды Тирай, что пассивку пока что лучше не учит. Ну и вообще как-то скромненько себя ведет. Разгон у нас на топ лейн. Будут забирать. Ну и Бим-Бим, для кого же ты здесь остался? Какой офигительный хук. Дизмембр тратить вряд ли будет здесь Маловский. А, кстати, могут-то и не добить. Нет, успевают все-таки добивают. Акс забирает у нас. Так, и Дизмембр вот теперь там может и пригодиться. Соник Вей пошел у нас от Хлопы. Маловский на лоу ХП. На лоу ХП здесь Кот. Пуш перед смертью забирает у нас еще и снайпера. Даблкилл от реалити. Погоня за Пуджом. И Денай. Все. На этом закончилось у нас противостояние. 5-8 становится счет. Класс. Кто там говорит, пап, не пап. Какая в принципе разница? 3 в 3 подрались. В итоге Денай от Пуджа. 590 голды там. 591 голды со стороны команды Вим. Заработок. Ну, на 1 золото больше в этом файте. Это знаете ли ой-ой-ой. Ну и потихоньку, по чуть-чуть. Но команда Тирай, то что проигрывала, это ни много, ни мало полторы тысячи. И отыгрывает до 500 всего лишь. То есть за последние минут 5 тысячу голды они отыграли. А на легкой линии Разор занимается совсем нелегкими вещами. Чем он занимается, собственно? Это попыткой не пропустить вообще никого. За 10 минут у него уже практически готовая мека. Ремнан Джуниор на лоу хп еще и под шрапнелью. Ульта так, между прочим, уже. Ну и даблкилл на ровном месте. Потеряли Варлока, потеряли Акса. Ну и Джуниор, я думаю, надо куда-то с этой линии сваливать. Линия явно проклята. Полторы тысячи золота в пользу команды Вима. По экспириенсу выигрывали Тирай в... Выигрывали 1500, даже 1800. Теперь выигрывают всего лишь 400. Маловский, восьмого левеля. Пассивку пока не качает. Рот на максимум и рот на офф. И пассиву, в принципе, вообще не трогает. Бим-бэм на лоу хп вроде. Разор с Айвзе Сторм уже. Пошли каски по нему, каски по крифам. Проклятие пошло у нас на Разор. Разор Айвзе Сторм успел включить. Вот мека сейчас вообще бы не помешала. Кстати, можно-то и файтиться. Можно файтиться, потому что дэмэджа Разор уже насосал тут миллион просто. Плюс 70 дэмэджа. Реалити в это время забирает Пуджа и забирает еще и Угермага на мидлейне. Джей Ти смещается. А что там на сложной линии? Неужели этого не было видно? Ну, инфа, конечно, сбилась у команды Тирай. Тут они явно по информации где-то в минусах. Разора забрать не смогли. У Разора уже готовая мека. Поэтому масс-файты теперь попродуктивнее должны быть. По голде Вим выигрывают 3000 про Экспириенсу. Они всего лишь 700 выигрывают. Как-никак, но держат линию. Вообще, держат удары игроки и команды Тирай. Сюда иди. Джей Ти отправляется в таверну. Нашли чем отомстить. И Шрапнель так вот. А куда Шрапнель? Просто с перепугу Шрапнель себе под ноги. Там, где он был до этого. И дальше продолжение у нас от Маловски. Подожгли Бимбэма. Наугад хук или не будет? Нет, не будет. Так а здесь загоняют. В любом случае, чайника нет. И об этом должны знать игроки команды Тирай. Бимбэм у нас отправляется в таверну 100%. Правда, каски летают слишком долго. Ну и Акс. Персеркер Коу ждет. На кого бы провязать. Реалити просто разорался на всех. В таверну Пудж, в таверну Акс. И Кот СМ здесь тоже останется. Где у нас в это время Разор? Разор в это время у нас на легкой линии. Я смотрю, тут комбинация какая в течение всех матчей. Просто стой, фарми, попробуем их вчетвером наказать. Не получится вчетвером, потом будешь приходить. Ну, пока что все не очень получается. 7-6 счет. Команда Тирай по кусочку пытается все-таки оторвать преимущество Вимов. Но не всегда удается. Ну и 2000 по экспириенсу для Вимы. По голде 2500 тоже для них. Ну и вообще постоянный, конечно, экшен. Где Пудж там и экшен. Так примерно и должно быть. 5 смертей, но при этом 5 убийств есть. Пассивка не прокачана. А так бы какие-никакие, но плюсики были. С другой стороны, не будь. У нас Рот на 3 прокачан. Может быть и... Такого дэмэджа не было бы. Вот Пуджа и киллов такого количества тоже не наблюдалось бы. Здесь, в общем-то, такая ситуация скользкая. Либо одно, либо второе. Ну, такой палящий нормально вард. Хенни немножко у нас заснул. И, скорее всего, отвалился, как я понимаю. Или кто-то у нас завтыкал. Сейчас узнаем. Хенни уже надо мансить. Или что-то выдумывать хотя бы. Продолжает мансить, кстати. Его могут и забрать. Но у него есть чайник. Пошел здесь мембер по нему. Надо убивать его до появления чайника. Чайник не успевает. Разгон у нас по Маловски. Надо отхиливать самого себя. Ульта в него же. И бежит у нас Spirit Breaker. И добежит таки. Кстати, Маловский уже неоднократно у нас забирал. Хуком разгон Charger Darkness. Все, Charger Darkness в никуда. Незерстрайк не успевает. На голову кирпич Незерстрайк. Так и останется у нас в итоге. Со Spirit Breaker'ом вся команда Тирай живая. Ремант под Тавер. Да они тут просто упороты. Эти ребята из Тирай дальше на Вич Доктора. Под Дезвордом, не под Дезвордом. Плевать вообще. Акса потеряли. Три в один в итоге заканчивается Фатчо. Становится 10-17. И выход на Тавер. На топ лейд. У Пуджа 6 на 5. У Разора. Впервые тут масс-файт организовался. Но один килл. Чё, Дерис теперь с нами. Решает команда Тирай. Почему бы и нет. Ну и Снайпер, кстати, по фарму-то немного, но Разору уступает. Хотя почему немного? Давайте посмотрим. 6500 у нас у Разора, а у Снайпера 4700. Просто забыли вообще о нём. И вот теперь вот этим, тем же командным артефактом, той же Меккой, это поперёк горла в масс-файтах станет у нас Разор своим оппонентом. Разгон пошёл у нас по Ап. Ап нас сворачивает к своим тиммейтам. Маловский, наверное, не успеет ничего с ним делать. Назер Страйк вытаскивает у нас Разора, но так тельце его уже бездыханное просто притянул к себе. Ну, всё же, дома умирать легче, чем на выезде. Команда Вим выигрывала 3000, теперь они выигрывают всего лишь 700. Почти до 0 команда Тирай преимущество их уничтожило. Ну и 2,5 по голде, теперь 1,5 по золоту тоже в пользу команды Вима. Снайпер на лоу ХП. Хук от Пуджа, иди сюда. Ещё один килл, 7-5. Пассива продолжает не качаться. 9-й левел, дизмембр и в максимум рот и хук. 1290 по ХП. Тут, в общем-то, и сам по себе плотный достаточно персонаж. С учётом того, какой подсейп идет от команды Тирай. Я говорю о Shadow World, про макшеном. Я, конечно же, говорю о Мекке на Разоре. Ну и, безусловно, безусловно, у нас Шадоус от самого Пуджа. Дизмембр есть. Начинает у нас жрать на Йоми. Ну и здесь сейчас через хук. Просто вопрос, я так понимаю, решится. Нет, Каски у нас. Каски на Маловский. Маловский перед смертью забирает у нас спирит брейкера. Забаньте его кто-нибудь. 12-19 становится счёт. 700 голды выигрывает Вим. По ХП они выигрывают 1200. И Вим постоянно рядом со своими тиммейтами. Кого тут не начинает жрать Пудж, все всё время смещаются. Всё время. Ну, ясенпень тут разгон был от спирит брейкера. Вич доктору надо было перемещаться в эту степь. Вот. Ну и в моменты, когда Пудж сам проявляет агрессию, тоже где-то рядом с ним его тиммейты. У Ринан Джуниор ещё и до сих пор нет даггера. Ридик пытается подставить у нас Бимбэма. Вот здесь действительно Хука не хватало бы. 12-19. И при этом по голде в ноль скатываются команды. В ноль. У нас ещё после тавера, кстати, Терай могут вперёд выйти. Барабаны появляются на Розоре. Что приятно, кстати, в составе команды Терай, когда на соло-линию ставят у нас Розора. Вот Розор. Ну, не Розора вообще. Ну, в частности, Розора, да. Когда ставят они, это уже второй раз повторяется, Розор идёт в исключительно командный артефакт. И только потом уже думается о каких-то аганимах, ещё о какой-то ерундии. А вот, пожалуйста, барабаны всем быстро бегать. Мека всем долго жить. Ну, по команде Вим давайте пробежимся. Спирит Брейкер у нас. Опять разгон. Это просто неугомонный. Да и Оми он постоянно летает на все вообще стороны. Вимбэм. На лоу ХП. За ним, кстати, ещё и Иллюзии Розора. И Урнов Шадос на нём висит. Ну, естественно, выживет. Кот СМ. После Незер Страйка. Между кустами. Мансить, мансить, выманшивать. Депаут старается сделать у нас Кот СМ. И мимо проходит на Йоми. Оставайся, мальчик, с нами. Полежи. Себе в кустах. Полежи через Е, разумеется. Так, ну что, счёт 20-12. Реалити ловят. Дизмэмбер по нему. Ну и здесь удачно чайник пошёл у нас у плеча. Уже у нас Блейд Мэйл есть на Пудже. И Айов Зе Сторм у нас от Афы. И Пуджа здесь никто не выкидывает. Афа дальше за Бимбэма. Бимбэм здесь остаётся. Голем Варлока готов тоже у нас файтиться. Гимнад Джуниор, когда же у тебя, роднуля, Даггер появится? 18-ая минута уже у нас. Сложная линия команды теряет до сих пор без Даггера. Так, давайте дальше по артефактам. У Вич Доктора у нас. У Урнов Шадлз есть у него Аркан Буцы. У Квапы собирается Аганим. Долговато. Всё, отжимается у нас пауза. Ну и Афа просто здесь за Джей Ти. Керри против Керри. Тут уже встреча приличная такая у нас на Афу. Афа в итоге у нас делает даблкил. Реалити на ЛУ ХП просто отсюда сваливает. А Акс в это время, кстати, ещё неплохо так дрался против Найоми и Найома. На 50 ХП у нас уходит. А в это время Разор забирает третий фраг. Третий. И посмотрите на количество ХП Спирит Брейкера. На количество ХП Клинов Бейн. Чуть ли было... Тим Вайп не организовала команда Ти Рай. Причём в разных частях карты. Ну и Галдишку-то свою отыгрывает. Тысячу по Галдиям. По Экспириенсу. 700. В пользу команды Вим по-прежнему. Это, кстати, ещё графики не обновились после последнего файла. Ну и пошли пушить. Как-то они так до 20-й минуты обычно стараются свою агрессию промаксить. А после этого либо фидить, либо заканчивать игру. Тут уже такое. Выдумывать не приходится. И опять пропёр Ломаловский у нас на руну Инвиза. Опять. Который раз уже. Ремнант до сих пор без Даггера. Но вот этот сатир вопроса с Даггером наконец-то решает. У Акса появляется Даггер. Кор и ТММ в составе команды Ти Рай готовы. Мека здесь есть. Здесь есть Даггер. Ну всё. Остальные так особенно не нуждались. Наверное, что Даггер Пуджу и будет ли вообще неизвестно. И опять в Инвизе у нас бежит Маловский. Бладласс на нём есть. За Ремнант вряд ли у нас сожрёт Спирит Брейкера. Поэтому... Да ещё и Спирит Брейкер у нас сам по себе отходит. Нет, Спирит Брейкер возвращается. И будут проблемы. Самому, конечно, Пуджу не съесть у нас наёма. А вот поймать сейчас же Даркнас может и получится. Акса агрит на себя у нас наёме. И наёме здесь и остаётся. Акс забирает ещё один фраг. Даггер реализован. Как там реалити? Реалити совсем... Ну как, совсем немного. Прилично. Тысяча ещё голды остаётся до появления Аганима. Там Соник Вейк будет посерьёзней. Лич тоже у нас выходит в Аганим. Но 3000 ещё собирать ему. И Снайпер. Главный керри команды Вим должен, собственно, вытаскивать сейчас команду из бедствующего положения. Они выигрывали много. А сейчас начинают проигрывать. Естественно, не без точных уков. Разогнался у нас мидер команды Терай. Вот. Но факт остается фактом. Команда Вим уже проигрывает по голде 1500. А по Экспириенсу они проигрывают 500. Хотя плюс был... Вы видели. Более трёх здесь и более двух здесь. И у Снайпера сейчас в фейсбуце у него Мэйл Стром и Ринго Факвила. Мэск оф Мэднес пока что Снайпер не собирал. И не факт, что будет. Ну и под Мэск оф Мэднес, понимаете. Стоять стрелять и потом пух поймать. Естественно, Снайпер рассыпется в мгновение ока. Готовится штурм у нас Т2. Уже на позиции Пудж. Далековато на самом деле. Тут мало куда вообще достается. Ну и Тавер пушится. Тавер пушится. Команда Вим не подходит. У них есть Вижен. Они прекрасно знают, где находится Пудж. И просто так попадать под хук. Ну, смысла нет. Действительно. Ну и какой-то Сэм видит наемник. Наемник также видит еще и Маловский. И сразу же Агра у нас пошел на Пуджа. И полетел Чайник по нему. И дальше Чайник у нас на Римнан Джуниор. Притягивает у нас Маловский кого-то там. И вгрызается в Бимбэма. Плазма Филд у нас от Афа. Пошла Мека. Потеряли только Акса. А здесь потеряли Витч Доктора. Афа может на хайграунд зайти. Там тоже парень, ой-ой-ой, какой сумасшедший. Наемник в таверну отправляется. Кота Сэм дальше бежит. Это же саппорты. Ребята, имейте совесть. Ну и вот вам саппорты. Просто загнали у нас снайпера на хайграунде. Мейнкерри отправляется в таверну. Одного оффлейнера, одного Акса разменяли на четверых героев. Среди них и кор-герои, такие как снайпер присутствуют. Аганим есть у нас у Папы. Байбэк один, байбэк второй. Наемник уже побежал. Недалеко у нас реалити. Ну и пуш может плохо закончиться для команды Тирай. Пуш это вам не драться. Ну и все, наемник. Понял, что психанул, развернулся и ушел. Ну и тавер уже подгорает. 23 минута, команда Тирай на хайграунде. Пушить несложно. Благодаря Плазмофилду, благодаря Игнайту. Все под Бладласом. Все тут. Просто видно, что собрались очень серьезные игроки. Команда Тирай не хочется им отдавать ни единой карты в этом турнире вообще. Они, кстати, идут абсолютно без поражений. На всех стадиях постоянно победы. Где надо было два выигрывать. Выигрывали два. Каждый выигрывает со счетом 1-0. Маловский слоу граунд. Можно уже тянуть. Притягивает к себе наеми. Дезмемер по нему. Реалити приходит сюда. И Реалити, кстати, отсюда не уйдет. Реалити 100% здесь и останется. Ну и Реалити у нас развалился. Вим Джей Ти на Маловский. Маловский отсюда уходит. Хук никуда. Он не уходит отсюда. Я здесь, говорит, с вами останусь. На тебе по голове. Ремнант Джуниор забирает еще один фраг. Дальше за Джей Ти. Джей Ти отдаваться к Кентавру не получилось. Ну и хук есть у Маловский. Ремнант, иди ко мне. Давай вместе. Файтиться не уходи. Ну, 24-25. 3 в 4 пока что файт. Каски здесь разделят. Ой, как долго игроки команды Тирай. Да не расходи. Да встаньте уже. Пусть уже полностью доработают эти каски. И потом уже двигайтесь дальше. Ну и Бим Бэм. Бедняжка. Уходит. И за ним два таких грозных, неприятных соперника. Один в обход. Второй в обход. Акс у нас уже прыгает. Черт знает куда. Хук есть от пуджа. Бим Бэм. Оставайся. Time to putge. 25-25. 24 минуты прошло. И счет равный по фрагам. По голде команда Тирай выигрывает 7500. По экспириансу они выигрывают 5000. И тут закомбетчили на ура. 3000 на руках у мидлейнера команды Тирай. У Варлока появляются вторые в составе команды барабаны. Что-то недообщались, видимо, в скайпе игроки. У Розора барабаны, в принципе, заряды-то уже заканчиваются. Обновлять их смысла никакого мека есть. Аганим есть. Теперь пушить можно без вопросов. У Акса есть даггер, есть ходов дефенс. И готовятся к появлению Пайпов Инсайд от Акса. У Огр Мага. Форс Став. Классно же играют, да? Закомбетчили и перекомбетчили. 25 на 25 на 25 минуте. Прям какая-то магия чисел. Надо будет сделать скрин, когда будет еще 25-25 в 25-25. Главное, что никто никого не убивал. Легко сказать. Даггер появляется на Пудже. Есть даггер, есть Блэйд Мэйл. Такие вроде и не самые серьезные артефакты. Но при этом артефакты эти более чем полезные для Пуджа. У него-то всего предостаточно. У него дополнительной силы 45. У него 2 300 хп. У него есть Блэйд Мэйл. То есть бить его руками нельзя. А рать на него тоже нет. Вообще ничего с ним нельзя делать. И подходить к нему близко нельзя. И урнов Шадоус на подхилы, на дэмэдж. И всего предостаточно. Теперь еще и даггер. Хук у нас на всякий случай отправляется вниз. Команда Тирай выходит на мид лейн. 8000 золота, 7000 экспириенс. Забрали Тавр, развернулись и уходить. И команда Вим так хорошо начинала. И сейчас, я так понимаю, они просто в панике. Потому что начало было 100% за ними. Загнобили Пуджана Медлэйни. Дали возможность ошибаться над сложной мид. У нас фактически без фарма оставляли Разора. Тот же Ридик неоднократно вместе с Разором сливался. И при этом команда Вим достаточно агрессивно себя вела. Ну и чем это все закончилось? Вы видите? Закончилось тем, что все-таки организованно начали файтиться вместе с Разором. При наличии Мекки дела вообще пошли в другую сторону. Ну и теперь по фарму, по Нетворцу. На первом месте у нас Разор 12 тысяч. Для него Пуджа 9 тысяч. Он опережает Квапу. Кто-то в чате писал, что типа Пудж против Квапы. О май гад был. Это просто полная жесть. У нас вообще турнир полная жесть. Так что тут самая она. Самое оно. Ну и вы видите, что творится. 12 хилов, 9 ассистов. Я думаю, что вообще не лишний был пик этого героя. Совершенно. 9 тысяч золота, 7 тысяч, даже 8 тысяч экспириенс. Нет, нет, нет. 7 тысяч все-таки, да. Городация немножко другая. Есть даггер, есть оггерклаб, есть уже поинтбустер. Остается 1800 до появления аганима. С аганимом я думаю, что от одного дизмембера будет рассыпаться любой герой. Даже спиритбрейкер. Тут через пассиву настрелял Пудж очень много. Кстати, что по Вижену, есть ли? Нет, Вижен у команды Тирай отсутствует. Пуджа видит команда Вим. Видит также у нас Огра. Где остальные, непонятно. Ну и посмотрите, что с Вимами на Йоми уже не настолько нагло бегает. До этого он бегал нон-стоп. Он по всей карте постоянно двигался за командой Тирай. За любым героем. Он вел себя агрессивно, так как и стоит вести спиритбрейкеру. Теперь чувак начинает задумываться. Ну и на самом деле, я бы тоже задумывался. Просто когда ты бежишь, а тебе в лицо летит хук. И весь твой чашу в Даркнесс. И весь твой стан просто превращается в 360 демеджа для тебя же. Наверное, думаю, что затея была не очень. Можно было и как-то по-другому что-то придумать. Грозный дядя, конечно. Очень грозный. Кто-то у нас претендует на MVP турнир. Так, не просто претендует, а как-то так кубок просто хуком притянул. Со всеми вытекающими из него последствиями. Естественно, положительными для тех, кто у нас ярко выглядел. Тавара еще фармит, решил у нас Порш. Так, разор у нас. Кстати, еще и, я так понимаю, в БКВ будет собираться. Вообще с ним делать толком нечего. Притягивает у нас Вич Доктора. Без кассок будут файтиться. И будут файтиться без... Ой-ой-ой, как Хенни больно, а! Хенни-то у нас разваливается просто от Блейдмейла Пуджа. Это просто жесть. Уже здесь у нас Порш. Хук у нас в никуда. На лоу-хп уходит реалити на хайграунд. Джей Тис. Хайграунд Афу мог бы расстрелять. С кого демедж тут насосали? С квапы. Немного. 56, кстати, плюс у нас у Розора. У Розора есть аганимы. Страдают постройки уже на хайграунде. Бараки и линия рассыпятся здесь, безусловно. Маловский стоит как будто ни при чем. Хук у нас Джей Ти. Подошел Джей Ти у нас к Маловскому. Маловский дальше за реалити. Блейдмейл просто включает и просто начинает наваливать по бедняжке квапе. Уй, какая жесть для команды Вим. Они просто не очень понимают, что произошло. И как это произошло. И в какой момент это произошло. Маловский на ЛОХП. И касочки здесь-то поделят между собой. И Маловский 550... Так какие 558? 1020 отдает у нас Вич Доктору. И еще и Афа здесь отклеится. Какой-то знакомый стилек, знаете ли. Сливать не сливаемое и выигрывать не выигрываемое. Минус 4 делает команда Вим. Смотрим файт рекап. Тут действительно на место-то поставили. 3000 голды. Это при том, что байбек у нас от снайпера был. И смерть еще была у нас после этого от снайпера. И все равно закомбечили 2000 золота. Правда, с 15 до 13, ну... Не очень много, но тем не менее. Тем не менее. Все начинается с Малов... С Малововски. Варлок собирается в Аганим. В Курьере ничего для него не лежит. Ну, да, Аганима еще 2200 собирать. Что у нас у Пуджа? Маловский уже с готовым Аганимом. М450 для него в запасе есть. У Розора до БКБ еще порядка 1000. У Акса есть даггер. Есть Пайпов инсайд. Есть у него транспортный ВЦ. 1600 для Акса. Акс, скорее всего, будет собираться... Ну, Кримзон Гвард. Почему вообще не собрал здесь Акс, непонятно. Дэв это... Дэмэдж-то необходимо убирать от того же снайпера. Достаточно неприятная штука. Тот же Вич Доктор, кстати, физическим дэмэджем бьет через Дэз Варты. Почему Кримзон Гварда нет, пока мне не ясно. Ну, Пайпов инсайд решили собрать от магии. Хотя, кто тут магией вообще дамажит, не ясно. Вообще, тут Соник Вейп просто от Клопы. И остальная магия, как бы, и не магия. Незер Страйк разве что. Чарджер Даркнесс у нас. Никакой какой-то Чарджер Даркнесс, непонятно. Под смаком команда Терай заходит на Рошана. Вимы об этом не знают. Не знают, но что там нарисовали. Какая-то полоса, повествующая ни о чем. Не понял о чем. А что с Крипами? Еще Крипы-то у нас спесили вдруг. Ульта пошла вот Пуджа, и эта ульта пошла, кстати, через всю карту. Звук же есть, и должны знать, что если кого-то жрет, вряд ли он Крипов там ждет. Скорее всего, съедает где-то Рошана, ну и даже если знают об этом, куда деваться. Спиритбрейкера 3000 на руках. У него есть Огрклап и готовится выйти он в ДКБ. И отдают у нас Пуджу в итоге Эйджис, чтобы больше набиралось силы, чтобы мощнее был ульт и жирнее было Аджор. Ну и видишь, Доктор приобретает себе Аганим. Ой, вот это рубка. А 32 минуты у нас 60 фрагов уже на карте. Почти 60. Сейчас ближайший файт, я думаю, как минимум там 4 в 5 будет файт. И смотри, что вообще происходит. На вторую линию команда ТРА через мидлейн с крипами в лоб. Или нет, перемещается у нас на нижний лайн. Первый идет у нас Маловский. Видят у нас Джей Ти. Джей Ти никуда у нас не денется. Кук просто на то, чтобы поймать Джей Ти или перекрыть ему путь, и Джей Ти бедняга здесь останется. Унов Шадоус провязал акс, и вот теперь, кстати, отчаянник Катана поможет. Падает у нас Голем на голову к команде Вим. Чайник очень плотно летает. Забирают Буджа, забирают у нас Варлока, забирают Акса. На лоу-КП здесь кот СМ. А где Афа в это время? А он в это время гуляет на мидлейне. Он не подходит у нас файт. Маловский начинает двигаться через Кук. Через Дизмембер. Ханни тоже в таверну. Даблкил у нас от Маловски. На Йоми пытается сделать у нас степ-аут, но и лучше ничего здесь ему делать не сможет. 4 в 4 заканчивается этот файт. 34-32, просто команда Тирай не потеряла Эггис. Ну и 1200 в их пользу по голде. 5800 по экспириенсу. И дальше давление. Минус 4 они делают. Байбеки. В каком состоянии у команды ВИМ. Команды ВИМ есть байбек у Квапы и есть байбек у ВИЧ-доктора вместе с Спиритбрейкером. ВИЧ-доктор у нас байбекается. Байбекается у нас Папа. Есть Соник Вейв. На Йоми побежал у нас уже Маловский. Маловский у нас, кстати, под отравой от ВИЧ-доктора. На лоу-КП Маловский. Начинает отъедаться от реалити. Здесь Аганим чудеса просто творит от Жора. Соник Вейв от Маловский. На Йоми на лоу-КП. Но здесь уже Афа просто раздает налево и направо. Живая в Зе Сторм нет. Он при этом с руки просто здесь наваливает. Ну, всему как бы свое время. Одно время в Зайзе Ов Зе Сторм заходить на хайграунд. Вот. Но, мне кажется, на 35-й минуте без этого скилла там сложновато было файтиться. Но и вы видели, чем это закончилось. Забрали двух кор-героев. Забрали Пуджа и забрали Аразора. Ну, и деньжат-то приобрели игроки команды Вим. Счет становится 35-34. Опять у нас всего лишь один поинт разделяет две команды. И теперь за фраги команде Вим дают гораздо больше, чем до этого давали. Римнан бежит у нас за Джей Ти. Прыжок по нему. Берсеркер кол. Реалити здесь. Прыгает какой-то Сэм туда. По голове сверху по снайперу. Снайпер отправляется в таверну. 36-34. Графики все время движутся в сторону команды Ти Рай. Ти Рай с момента, как они нулевую черту пересекли. Вот. Но при этом с уменьшающейся скоростью. Вимы где-то, где-то, нет-нет, да, по чуть-чуть отбирают у своих оппонентов. Ну и сейчас по голде 670 заработала команда Ти Рай. За одного снайпера. 36 минут. 36-34 счет на данный момент. Ну опять. 35 минут. 70 фрагов. 70. Ребята, 70 фрагов. 70. Еще раз повторяю. За 35 минут. Это мы будем играть, если час, то будет 120 фрагов, я так понимаю. Ну пусть будет, я не против. Хоть до вечера играйте. Хоть до завтра играйте. 249. 470. 0. Уже на позицию становится Маловский. Вимжейти он видит. Как тут дела будут обстоять с Даггером? Будет ли прыгать? Нет, не прыгай. Не прыгай. Будут выманивать, я так понимаю, какими-то саппортами. Огромаг у нас наживкой пошел прямо-таки на лоу-граунд. Огромага хвостик висит. У него висит хвостик енота на поясе. Вот это скаут. Хвостик енота. Это самая милая ерунда, которую я вообще видел в доте. Правда, хвостик, конечно, 7 нот надо было оторвать, но не очень мило. Тем не менее, Маловский у нас видается в Бэма, сразу же вырезается в него на йоме. В никуда у нас я утик оферинг, зато при этом обхивал, стопит Бимбэма очень плохо. Бимбэм отправляется в таверну. Без капитана придется дефать сторону, если вообще придется. Крепы уже подходят, но и здесь, естественно, The Storm у нас от Разора. Разор собирает себе еще и Мейлстром. Поздновато, конечно, но тем не менее. Хэнни у нас отправляется в таверну. На йоме врывается в Ридика. Растолкал всех, а теперь просто назад. Пропустите, пропустите, пропустите. Ой, нет, мне не туда. Зафа бежит у нас Реалити. Соник Вейп неточный. Неточный, это ошибка Реалити. С той стороны команди Вимы, скорее всего, победы. И, скорее всего, стоит первого места. Команда Тирайт со счетом 40-34 на 38-й минуте. Имеет преимущество 15 и по голде... 15, точнее, по голде, даже 16. По экспириенсу 8 для них. И это Тим Вайп и минус 5. И, по-моему, пора писать ГГВП. Грац. Good luck on TI5. На Йоми. Вроде хочется бы и ворваться. С другой стороны, кстати, и дефать-то можно. Есть снайпер, есть спирит-брейкер. Можно где-то попробовать принять. Но третья сторона падает. Если бы отстоять третью сторону, то отдефать еще хоть какой-то маломальский, но шанс был. Маломаловский шанс. Разгон у нас от На Йоми. На самого дальнего. И просто в никуда отправляется разгон, потому что он постоянно встречает ноздрями пуклу от пуджа. Просто постоянно Грюк летает в лицо у нас на Йоми. И все это так больно и неприятно. И все. Еще один Тим Вайп. Минус 5 опять. Команды Тирай, они все очень битые. В это время у нас, кстати... Ай-яй-яй, не надо стоять рядом с Аганимным мультом-то. Разор. Разор. Какой несчастный Разор, а? И Разор, скорее всего, отваливается. Достоялся рядом с крипами. Не учил матчасть у нас по доте. Пуч идет похилиться. Пуч уже включил Lotus Orb. Бим Реалити. Под Римнантор. Ой, под Римнантор. Точнее, под Лотос Арбом. Под Дизмембером. Мало того, что умирает, еще и кучу ХП дарит у нас самому пуджу. Джей Ти закрывается в кустах. Его видит такси. Если не видит, то примерно понимает, где его соперник. И просто стоит под хайграунд. Не может достать. Не получается. Да, агри на себя. Все будет нормально. Стали. Смотри на них. Стали. Не может стрельнуть. Просто не получается. Под Берсеркер колом, но он не видит, по кому стрелять. Он понимает, что вроде как надо кого-то бить, а кого бить, непонятно. Ну и Джей Ти здесь уже доигрался, конечно. Келлинг спривод Маловский. 29-20. У пуджа. Это 20. Это пробел 9. Это пробел еще 20. ГГ. ВП пишет команда Вим. Маловский. Конечно же, здесь умирает. Байбекается, я так понимаю. Прилетает назад. Нет, ничего такого. Просто постепенно падает у нас трон команды Тера. Перемещается Катапульта. Катапульта сделает уже свое дело. Катапульта свое дело делает. Ну что, друзья. Привет передает маме у нас Хэнни. Я так понимаю, своей маме. Это не классические Дота 2 приветы маме. Это привет той самой маме, которого я Хэнни родила. Привет, естественно, маме Хэнни в лучших вообще смыслах этого слова. Ну и по итогу этого матча, по итогу гранд-финала, что можно сказать. Встретились две очень яркие команды. И казалось, что тут бойня будет долгая, до трех игр. Но команда Терай решила по-своему. Естественно, здесь была некая авантюра, когда брали Пуджа в пик. А вот так, кстати, на реализацию посмотреть, как будто авантюры и не было. Даже получше, чем СФ против команды Скуллайн зашел Пудж в команду Терай. Ну что, мы их поздравляем. Они становятся победителями. Они в финале обыгрывают команду Вим. Команда Вим, не расстраивайтесь. У вас будет второй сезон. Вы надерете им задницу. Вы сможете отомстить. Summer Cup, дробь один. Что можно сказать? Какие итоги можно подвести? Команды, которые у нас заявились, которые у нас играли, которые мы сами сформировали, показали достаточно плотненькую, интересную игру. То есть, есть подозрение, что где-то в пабе по пабе против этих команд я бы писал, что они читеры. И выключайте эти читы, не надо меня так сильно бить. И сейчас я смотрю, думаю, что профессиональные игроки с ними тягаться, конечно, нельзя. Но вот на паб уровне я вроде как в порядке. Так я посмотрел на пабовских ребят. Вообще не в порядке. Вообще мне срочно надо учиться играть в доту. Коллективы показали интересную игру. Отдельное спасибо команде T-Ride за действительно творческий подход к расстановкам. В расстановках лайнов. В реализации персонажей. В комбинационности. Там просто выше всяких похвал. Если вы до сих пор не играете в профессиональную доту, объясните почему. Хотя бы на полуаматорском уровне. Мне кажется, что все перспективы есть. Команда Вим тоже достаточно яркая. School9 хотел бы выделить этот коллектив. Школьнички порадовали. Школьнички в силу своего возраста, конечно. Некоторые тут, я думаю, психологические моменты не выдержали. Где-то поплыли. Где-то задезморалили их. Те же T-Ride. И если в дальнейшем вы не прекратите играть в доту и будете только совершенствоваться командной игрой. Мне кажется, перед вами плотные горизонты на каком-то хорошем СНГ уровне открыты. Это факт. А там дальше действительно преград никаких. Все. Это было классно. Это было очень интересно. Было захватывающе. Обычные пабы с таким удовольствием я бы в жизни не покомментировал. Я поздравляю команду T-Ride, я поздравляю команду Vim и я поздравляю команду Sota, которая занимает третье место. Vim у нас становится серебряными призерами и команда T-Ride зарабатывает золото первого Summer Cup от студии Игрокам ТВ. На этом сегодняшнюю трансляцию мы прекращаем. Все повторы, все какие-то релизы. Все это будет в нашей группе ВКонтакте. Обращайте, пожалуйста, внимание. И, естественно, наш канал YouTube все тоже держит по повторам. Ну и канал Twitch. Не забывайте подписаться перед выходом. Рекомендуйте друзьям. Заходите сами, наведывайтесь. Всегда рады всем и каждому. Summer Cup 1 закончился. Итоги все подведены. Победители названы. Призы я вам раздам, безусловно. И на следующий будем заявлять больше команд. Надо посвящать это в лучшей степени и выведем на нормальный такой хороший аматорский фасткап уровень. Это была студия Игрокам ТВ. Работали для вас с удовольствием все три дня. У микрофона друг. Студия Игрокам ТВ. До свидания. До скорых встреч. Услышимся. Я думаю, завтра-послезавтра уже. Может быть, максимум небольшой перерыв возьмем. Ну а на данный момент пока что все. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok